Коллеги, всем доброе утро. Я надеюсь, вы все уже успели позавтракать и готовы получить новую порцию интересных знаний относительно Wi-Fi 6. По Wi-Fi 6 мы уже много раз проводили различные обучающие мероприятия и вебинары по разным тематикам, рассказывали про Wi-Fi, про IOT, но еще ни разу не делали это с уважаемым вендором. Сегодня это компания Huawei. Я чуть позже представлю всех наших коллег, кто будет с нами участвовать. Соответственно, много всего интересного рассказывали, но интерес к этой тематике, он постоянно высокий. То есть не впадает, и каждый раз приходятся новые и новые люди, и тема все больше и больше вызывает интерес. Особенно с каждым моментом, чем больше появляется новых устройств, оконечных, которые можно подключать к Wi-Fi 6, тем больше этот интерес становится. У нас сегодня по мероприятию план такой. Небольшое вступительное мое слово, я буквально еще минуты 3-4 скажу. У меня буквально один маленький слайд. После меня будет выступать Ван Уэй. Это директор по сетевым решениям компании Huawei Enterprise в регионе Евразия. Соответственно, потом Сергей Аксенов нам расскажет про процеду решения Huawei в области Wi-Fi. Он отвечает за корпоративные сетевые решения Huawei. Сергей Аксенов расскажет про новые возможности Wi-Fi 6. Он у нас в бюджете отвечает за развитие направления беспроводных технологий. И дальше у нас режим круглого стола и открытого микрофона. То есть все желающие могут задавать вопросы либо в чате, либо взять слово и подключить камеру, либо микрофон, задать свои вопросы. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Во время презентации на вопросы мы по возможности будем отвечать в чате, если это возможно. Если нет, то после каждой презентации сделаем блок ответов. Ну и в режиме круглого стола у нас есть подготовленные вопросы, которые мы собирали с нашего сайта через обратную форму. И те вопросы, которые интересовали наших слушателей на прошлых выступлениях. Вот. Соответственно, хочу показать один интересный слайд, который мы подготовили по результату прошлого выступления нашего по Wi-Fi 6. Соответственно, мы сделали вот такой небольшой опрос и задавали вопросы нашим слушателям и смотрели на их реакцию. То есть мы спрашивали, интересен ли им Wi-Fi 6 и рассматривают ли Wi-Fi 6 как альтернативу имеющегося Wi-Fi. Вот. На самом деле, неопределившихся довольно большое количество. То есть порядка 14 из практически 30 ответивших, 14 человек, как бы, еще сомневаются. То есть, в принципе, непонятно, да, там Wi-Fi 6 интересен или нет. Но многие проявили уже там порядка 30 процентов, проявили интерес к Wi-Fi 6. По вендорам вы сами видите картинку. По поводу обновления парка на Wi-Fi 6 все пока сомневаются, вот, будут ли это делать сейчас или нет. И, естественно, вызывает также интерес внедрение решения IOT, о чем мы сегодня тоже, конечно же, будем рассказывать. Вот. А так, картиночку я обратно верну тогда на заставку. Соответственно, тематика Wi-Fi 6 реально очень интересна. И мы сегодня постараемся максимально подробно рассказать про это, скажем, про новые возможности, которые есть у Wi-Fi 6. Расскажем, как он работает в связке с IOT, какие новые технологии в нем используются, и основные сценарии применения и рабочие кейсы. На этом у меня сейчас пока что все. Я хочу передать слово моему коллеге, соответственно, Ван Уэй, директор по сетевым решениям Huawei Enterprise в Геони Евразия. Сергей, ты нам поможешь тогда с переводом? Да, 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 да. So, Артур, please start, but please make short interruptions for me to make translation in Russian. Sure, yes. Okay, hello, коллеги. Доброго дня. Thanks for coming for this special event. Actually, this is the first time I participated in this online, my first meeting. Коллеги, доброе утро. Спасибо, что присоединились к сегодняшнему мероприятию. Артур впервые участвует в таком онлайн-завтраке. So, during this tough time, I think we found this way to continually communicate with each other. I think it will be very helpful for us, for our people. Это прекрасная возможность в столь непростые времена оставаться нам всем на связи. On the other hand, today, you know, this is the last day of the first half year. So, I just want to give a very briefly summary about our first half year achievement. Сегодня последний день, первый полугодия, и Артур хочет рассказать о тех достижениях, которые, собственно, есть в компании Huawei на российском рынке. Yes, as everybody knows, that from this year, we mainly focus on the campus and Wi-Fi products, because we think that those campus network and Wi-Fi is our strategy, and we can compete with our other competitors through this product. В 2020 году, в качестве стратегических продуктов для развития, компания Huawei выбрала решения Wi-Fi 6 и кампусные продукты. И мы считаем, что именно это наиболее активно развивающаяся часть корпоративных сетей, и здесь мы можем предложить решения, которые конкурируют с другими производителями. Until today, actually, our first half year, the revenue for the first half year, I mean, for the network part, is totally 70 million. Наша выручка в первом полугодии уже достигла 70 миллионов долларов на российском рынке корпоративных сетевых решений. Compared to last year, actually, the first half year of last year, total is just 35. Если посмотреть на те результаты, которые были по результатам такого же первого полугодия, но прошлого года, то там было только 35 миллионов. Yeah, which means that we got 100% increase growth rate compared with last year. Ну, то есть, рост составил 100% год к году. In which network, the did-com part, the did-com part, totally is about like 60 миллионов. Здесь небольшое пояснение. Говоря про передачу данных у Huawei, мы разделяем это на часть дата-ком, то есть традиционные IP решения и на транспортные решения, связанные с оптическими регистральными продуктами. Вот, собственно, если говорить про дата-ком, то есть про IP решения, то это 60 миллионов долларов. Compared with last year, we also got like over 80% growth rate. И рост составил более 80%. Да, и наиболее показательно, что столь высоких результатов нам удалось достичь в это непростое время. И, в первую очередь, это результат работы вместе с нашими партнерами. So, I think also Jet contributed a lot of effort in the first half year to improve our business. Ну, и компанию инфосистемы Jet можно выделить, наверное, всех партнеров с точки зрения тех инвестиций и усилий, которые они прикладывают для совместной продаж решений Huawei. Для Huawei не только коронавирус является насущной проблемой, но и ситуация с Америкой, с правительством американским, которая выдвигает все новые санкции по отношению к компании. So, may some customer or partners will concern our supplement. Многие партнеры и заказчики высказывают переживания, сомнения относительно сроков поставок, возможности поставок оборудования. I would say it's actually till now, there is no, not big, very big, I cannot say there is no any impact to Huawei supply, but there is no any big impact. Because compared with last year, this year the US government just want to cut Huawei own chipset, Huawei own chipset part. So, for the older part header, all the older part using, Большинство продуктов Huawei все еще построено на американских чипсетах, и здесь у нас полностью установлены все продуктовые линейки, и они уже доступны к заказу. Если говорить про те продукты, которые построены на чипсетах собственной разработки, то у Huawei есть складские запасы на 1,5-2 года для того, чтобы тоже обеспечить необходимые поставки заказчикам. И мы ожидаем, что в этом году все эти санкции никаким образом уже больше не затронут наш бизнес. Сегодня мы говорим про тематику Wi-Fi 6. Новая продуктовая линейка Huawei будет полностью запущена в продажу в конце июля, в течение этого месяца. И также, в последние месяца, в последние месяца, мы уже продемонстрируемые продукты на русский пост, как Магнит. Несмотря на то, что продукты пока не стали общедоступными, мы начали уже их отгрузки в определенные проекты. К примеру, Почта России и Магнит уже заказали существенное количество новых точек доступа Wi-Fi 6. У нас уже есть несколько крупных примеров и в России, в российском рынке. Мы ожидаем, что с каждым днем количество успешных примеров и успешных проектов на российском рынке в части Wi-Fi 6 будет зарастен. Да, как коллеги, будьте здоровы и берегите себя. Да, как коллеги, будьте здоровы и берегите себя. Да, желаю вам в ходе сегодняшнего мероприятия получить много новых интересных данных и погрузиться в магию Huawei в части Wi-Fi 6. Окей, thank you, коллеги. Thank you very much. Let's cheers. Да, коллеги, давайте продолжать. Переключимся теперь на чистый русский язык. Меня зовут Сергей Аксенов. В компании Huawei я являюсь менеджером по корпоративным сетевым решениям. В качестве своей ключевой специализации я занимаюсь беспроводными технологиями. Сегодня расскажу вам про стратегию и решения Huawei в области Wi-Fi 6. Я думаю, многие из вас уже читали различные материалы и технического характера, и какую-то аналитику относительно того, что же такое Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, по сути, это не просто очередной эволюционный этап развития беспроводных технологий. По сути, это революция, потому что меняются принципы работы, принципы доступа к беспроводному ресурсу. То есть, если раньше станции вынуждены были ждать, пока каждая последующая передаст какой-то объем трафика, то на сегодняшний день появляется более эффективное использование спектра. И в один момент времени до практически девяти станций, если мы говорим про маленькие 20-герцовые каналы, могут одновременно передавать и принимать трафик. То есть, эффективность использования радиоресурса резко увеличивается. Соответственно, увеличиваются и пропускные способности, появляется возможность пространственного разделения для приема и передачи трафика. Плюс, на сегодняшний день вплотную речь идет о том, чтобы выделить новые диапазоны частот, для того, чтобы Wi-Fi стал работать намного более эффективно и предоставлял большую емкость, как с точки зрения количества клиентов, так и с точки зрения пропускной способности на каждого клиента. Соответственно, все эти интересные возможности, они дают огромный толчок для цифровой трансформации предприятий. То есть, Wi-Fi становится, по сути, такой платформой, фундаментом для внедрения новых бизнес-приложений. Соответственно, поскольку здесь решаются вопросы низкой задержки, высокой емкости, появляется возможность массовых подключений, то мы вплотную можем говорить о том, чтобы реализовывать новые сценарии, такие как виртуальная дополненная реальность, такие как массовое внедрение и подключение устройств IoT, собственно, для управления какими-то технологическими процессами, для контроля работоспособности каких-либо устройств. То есть, здесь появляется действительно широкое поле для деятельности, и Wi-Fi 6, он предназначен, то есть, он изначально создавался для того, чтобы все это могло естественным образом работать. Говоря про компанию Huawei, собственно, как Артур сказал, Huawei выбрал Wi-Fi 6 в качестве приоритета для своего стратегического развития в 2020 и в последующие годы, и компания предлагает ряд инновационных идей и разработок, которых, собственно, нет у наших блистайших конкурентов. То есть, первое, про что стоит сказать, то, что новые точки доступа серии Air Engine, построены на своих собственных чипсетах, компаниях iSilicon, Solar W6 называется этот чипсет, то есть, он нативно поддерживает Wi-Fi 6, и обратно совместим со всеми предыдущими стандартами Wi-Fi. Что интересно, эти чипсеты, они предназначены не только для корпоративных точек доступа, есть реализации для оконечных устройств, будь это смартфоны, планшеты, ноутбуки, соответственно, есть чипсеты для SOHO устройств, то есть, домашние роутеры с поддержкой Wi-Fi 6, причем по очень доступной стоимости, они уже доступны на китайском рынке, собственно, ожидаем, что летом они появятся и на российском рынке. Если вернуться к корпоративным точкам доступа, то Huawei пытается максимально дифференцироваться от того, что есть на текущий момент на рынке у наших конкурентов, то есть, первое, про что стоит сказать, то, что все новые точки доступа, они поддерживают модули расширения интернета вещей, про эту тематику мы сегодня будем говорить наиболее подробно, то есть, в точках доступа есть слоты, в которые можно ставить дополнительные модули расширения, то есть, будь это, собственно, модули BLE, Bluetooth, будь это модули ZigBee, Thread, то есть, здесь нету какой-то жесткой привязки, какие модули там могут стоять, которые выпускает конкретно только Huawei, да, то есть, здесь можно использовать в том числе и сторонние решения. Второе, во всех точках доступа Huawei используется новая технология, разработанная Huawei, технология смарт-антенны, то есть, по сути, это активная фазированная решетка, каждая точка доступа поддерживает до 16 независимых антенн, и, соответственно, далее, используя это антенное поле, мы можем пространственно определить, где находится тот или иной пользователь, тот или иной клиент, и сформировать диаграмму направленности, то есть, делать этот бимформинг не только программно, но и аппаратно. За счет использования технологии смарт-антенна у нас есть несколько положительных эффектов, то есть, первое, у нас увеличивается на 20% зона покрытия каждой точки доступа, с другой стороны, у нас повышается уровень сигнала на приеме у клиента, то есть, уровень RSSI, тем самым мы можем обеспечить высокое соотношение сигнал-шум у клиента, а высокое соотношение SNR позволяет, собственно, предоставить вот эти вот сверхвысокие скорости, сверхвысокие модуляции, там, 1024 кам. Смарт-антенна, опять же, реализована во всех новых точках доступа Huawei. Следующая технология, которая есть в новых решениях, это технология SDR, Software Defined Radio, то есть, все точки доступа имеют три независимых радиомодуля, которые могут работать в выбранном режиме. Соответственно, это могут быть точки доступа, например, работающие в диапазоне 2,4, в 5 ГГц и 5 ГГц, либо точка доступа может работать в режиме 2,4 плюс 5, и третий радиомодуль отдать под независимое радиосканирование, для обнаружения Intrusion Prevention, Intrusion Detection, для обнаружения источников интерференции, вражеских точек доступа и так далее. То есть, здесь мы не отбираем радиоресурс у клиента, мы задействуем независимое радио, для того, чтобы анализировать, что у нас происходит с точки зрения беспроводной среды. Соответственно, это вот, наверное, ключевые вещи. С точки зрения продуктов, то продуктовая линейка на текущий момент выглядит следующим образом. То есть, есть точки доступа 57, 67, 87 серии, соответственно, по нарастающей. Здесь вот можно посмотреть, какое количество пространственных потоков поддерживают эти продукты. Соответственно, Huawei пока единственный вендор на рынке, который предлагает уличные в том числе точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6, то есть от минус 40 до плюс 65, IP68, то есть все, что как бы необходимо для работы в тяжелых условиях окружающей среды. Если посмотреть на топовую точку доступа, это серия 8760X1 Pro, то данная точка доступа вообще уникальная, то есть другого такого решения на рынке, в принципе, на сегодняшний день не существует. То есть первое, на что стоит обратить внимание, что здесь интерфейсы для подключения 10-гигабитные, то есть это могут быть медные, либо оптические интерфейсы с FTP+, с трансивером. Соответственно, данная точка доступа поддерживает до 16 пространственных потоков. Пока на рынке максимальное значение – это 12 пространственных потоков. Соответственно, максимальная пропускная способность больше 10 гигабит в секунду. Здесь, вот говоря еще про максимальную пропускную способность, стоит обратить внимание на тот факт, что многие точки доступа, современные, со столь высокой пропускной способностью, они подвержены перегреву. То есть когда точка доступа работает на максимальной своей производительности, то, собственно, она очень быстро перегревается. Соответственно, в случае перегрева часть пространственных потоков, они просто отключаются. Соответственно, точка доступа, она не может 100% времени работать на своей максимальной производительности. Huawei для того, чтобы решить эту проблему, в этой серии точек доступа реализовал жидкостное охлаждение. То есть к чипсету подведены два контура охлаждения, которые далее по медным трубкам распространяются по всей площади точки доступа, для того, чтобы максимально эффективно отводить вот это вот избыточное тепло. Соответственно, здесь точка доступа гарантированно может работать на своей максимальной пропускной способности практически 100% времени. Wi-Fi 6 от Huawei на сегодняшний день – это не только оконечные точки доступа, это целая инфраструктура, это комплексное решение, которое подразумевает использование коммутаторов новых серий, у которых, собственно, порты доступа уже мультигигабитные. То есть эти коммутаторы предоставляют доступную способность гигабит, 2,5 гигабита, 5 гигабит и 10 гигабит. Опять же, эти коммутаторы обеспечивают дополнительную мощность питания, потому что новые точки доступа, они потребляют от 30 до 50 ватт. Соответственно, им требуется новый стандарт FOIA 802.11BT. То есть такие продукты мы на сегодняшний день тоже предлагаем, для того, чтобы полноценно модернизировать всю кампусную инфраструктуру, для того, чтобы она была готова для использования в решении Wi-Fi 6. Следующий компонент – это компонент для централизованного управления, для проактивного контроля, диагностики с использованием искусственного интеллекта. Данный продукт у нас называется iMaster NCE. По сути, это централизованный контроллер, оркестратор, который позволяет, с одной стороны, обеспечить автоматизацию с точки зрения управления сетью. С другой стороны, принимая телеметрию от оконечных точек доступа, от коммутаторов, мы можем проактивно контролировать, что у нас происходит в рамках всей нашей корпоративной сети, возникают ли там какие-то аномалии, сравнивать эти данные с ретроспективой и понимать, каким образом требуется изменить конфигурацию сети, перенаправить маршруты трафика для того, чтобы тот уровень SLA, то есть качество работы сервиса, тот уровень юзер-экспириенс, который был задан, который требуется для работы, он обеспечивался максимальное количество времени. Ну и на сегодняшний день, говоря про корпоративную инфраструктуру, мы говорим про различные решения для вертикалей, то есть будь это ритейл, будь это здравоохранение, образование, то есть нам необходимо не только передавать эти данные, нам нужно подключать новые типы устройств, будь это интернет вещей, либо какие-то специализированные решения для дополненной виртуальной реальности, поэтому все это решение, вся эта инфраструктура, она имеет открытые отраслевые стандарты для внешнего сопряжения, да, то есть есть SDK, есть API для взаимодействия с теми бизнес-приложениями, которые есть у заказчика. Говоря про сценарий использования и новые приложения, то мы ждем в первую очередь, конечно, взрывного роста в сегменте дополненной и виртуальной реальности, ведь эти технологии способны произвести фундаментальные изменения во многих сферах нашей жизни и бизнес-вертикалях. Ну, собственно, как 10-15 лет назад появились компьютерные клубы, так в самом ближайшем будущем появятся клубы виртуальной реальности. Соответственно, Wi-Fi 6 – это первая технология, доступная, которая позволит внедрить дополненную виртуальную реальность, то есть здесь требуется минимальная задержка, это требуется сверхвысокая полоса пропускания на одного клиента. Соответственно, Wi-Fi 6 действительно способен это обеспечить. Следующее решение, следующий юзкейс – это так называемый смарт-офис, то есть использование VDI – облачных рабочих столов в супервысоком качестве, в 4К среди множества офисных сотрудников, это конференц-связь с эффектом погружения и, собственно, беспроводной шаринг контента в сверхвысоком качестве. Ну, собственно, сейчас мы все находимся в условиях изоляции, и количество real-time трафика, будь это там голосовой трафик, трафик видео, видеоконференц-связи резко увеличился, и многие пришли к пониманию, что на сегодняшний день для работы всех этих приложений необходимо действительно не только поставить энное количество точек доступа, а надо тщательно сделать радиопланирование, надо тщательно выбрать технологию и сделать тюнинг, то есть настройку, конфигурацию, работая всей без вводной инфраструктуры. Говоря про решение Huawei Wi-Fi 6, для того, чтобы обеспечить этот высокий уровень юзер-экспириенс, мы используем не только базовые контроллеры и базовые точки доступа, мы используем платформу для централизованного управления, iMaster NCE, которая в реальном времени проверяет как раз вот этот уровень юзер-экспириенс, то есть пользовательский опыт, собирая огромное количество телеметрии, и далее мы действительно можем гарантировать, что все эти востребованные приложения, видео, голос, они будут работать с заданным уровнем качества. Еще один сценарий, он касается цифрового производства. В данном случае мы здесь говорим про склады, про крупные промышленные производственные помещения. Здесь такой устойчивый тренд не только к цифровизации, но и к роботизации, то есть это внедрение автономных логистических роботов, которые вместо сотрудника склада выполняют необходимые операции как раз на производстве, либо на логистическом предприятии. Соответственно, для того, чтобы эти тележки могли перемещаться с высокой скоростью, для того, чтобы они могли принимать достоверные команды из центра, требуется качественное покрытие. Соответственно, у Huawei есть технология, которая называется lossless roaming. Она позволяет оптимизировать взаимодействие между конечным терминалом, то есть в данном случае это логистический робот, и инфраструктурой, точкой доступа, для того, чтобы roaming, то есть переключение с одной точки доступа на другую происходило максимально быстро, и при этом никакие данные не терялись, то есть они буферизовались, и далее опять же попадали на эту тележку после того, как она переключилась. Соответственно, говоря про сравнение с предыдущими стандартами, то скорость передвижения в стандарте Wi-Fi 5, ну, то есть предыдущего поколения Wi-Fi этой тележки, не могла превышать 10 км в час. С использованием Wi-Fi 6 скорость может вырасти практически до 40 км в час. То есть скорость и эффективность логистических операций резко возрастает. И опять же говоря про цифровое производство, то, конечно, это детальный и гранулярный подход к контролю каждой операции для сбора требуемых сведений, данных, для управления какими-то технологическими процессами. И здесь вот эта возможность интернета вещей, возможность интеграции практически с любым вертикальным решением, она реализована во всех новых точках доступа Huawei за счет новых дополнительных слотов расширения. Сейчас вот, собственно, коллеги из JETA более подробно будут рассказывать как раз про эту тематику. Говоря про Huawei, могу сказать дополнительно, что сейчас, пока мы сидим на карантине, наша лаборатория OpenLab в Крылатском продолжает свою работу, и где-то через месяц мы запустим демо-стенды, как раз демонстрирующие вот эти вот решения IoT, интернет вещей. То есть можно будет к нам приехать, ну, либо удаленно подключиться, да, запланировать сессию, и мы более детально там сможем вам показать и рассказать про те вертикальные сценарии, которые мы можем предложить, да, вот на базе новых точек доступа Huawei 6. То есть, коллеги, я тогда передаю слово Сергею для, собственно, более детальной проработки и описания, собственно, решения интернета вещей. На ваши вопросы буду рад ответить чуть позже. Спасибо. Сергей, спасибо большое. Так, да, действительно, я продолжу линию Сергея. Мы сегодня подробнее поговорим про сценарий номер 4, где поверх сети Wi-Fi мы можем разворачивать сервисы интернет вещей. Меня зовут Сергей Яранцев. Я отвечаю за направление беспроводных технологий в компании Jet. И прежде чем детально углубиться в интернет вещей, я бы хотел поделиться уже практическим опытом, который есть в компании Jet. Та новая линейка точек доступа Wi-Fi 6, о которой говорил Сергей уже. На самом деле у нас есть уже некоторый опыт. Мы некоторые модели видели, можем видеть у себя в лаборатории. На данный момент у нас проводится тестирование по основным вендорам, именно в стандарте Wi-Fi 6 новых линеек точек доступа. И, в частности, мы собрали несколько основных игроков этого рынка, в том числе Huawei в нашем распоряжении. У нас есть две точки доступа, один контроллер. И мы, в общем-то, проводим тестирование, изучаем работоспособность, проверяем те показатели, которые заявлены в теории, мы проверяем их на практике. И часть тестов уже пройдена. И хотелось бы с вами поделиться одним из следующих результатов. Достаточно нагляден. Я хотел бы вам продемонстрировать. В данном случае мы можем говорить о пропускной способности, о производительности новой линейки точек доступа Wi-Fi 6. Вот на слайде сейчас представлены два графика. И здесь в прямой мы сравниваем то, как работает оборудование Wi-Fi 6 и оборудование предыдущего поколения. И здесь нужно выделить две вещи. Первое. В аналогичных условиях действительно производительность выше. Она выше порядка 20%. И, наверное, более важно будет здесь сказать то, что с увеличением количества клиентских потоков в нагрузочном тесте мы видим то, что на самом деле пропускная способность на стандарте предыдущего поколения падает ощутимо больше. Разница существенная. Она достигает кратно трём. То есть если в стандарте Wi-Fi 6, который, собственно, и решает задачи большого количества пользователей, и падение мы видим не очень большое, то в стандарте предыдущего поколения падение действительно существенное. И, собственно, в этом есть задача Wi-Fi 6. И, как видно, это практический тест. Он подтверждает, что сеть действительно справляется со своей задачей. Возвращаясь к сценарию номер 4, там, где точки доступа становятся платформой фактически для развития и для строительства сервисов, для разворачивания этих сервисов, сервисов интернет-вещей, мы можем говорить о трёх аппаратных исполнениях. В первом случае, Сергей также об этом сказал, мы будем иметь дело с встроенным чипом, то есть практически каждая новая модель точек доступа, она оборудована чипом Bluetooth. Почему Bluetooth? Потому что это достаточно распространенный стандарт, всем он известен, и подавляющее число сценариев, где мы разворачиваем интернет-вещей, так или иначе завязано на этот стандарт. Он, в общем-то, проверен, экономичен, и мы можем развивать данное предложение. В случае, если мы в своем сценарии вынуждены выбрать какой-то другой стандарт беспроводной связи, такие как RFID, ZigBit, RAD, либо более редкие стандарты, такие как LORA, то в этом случае у нас есть два варианта исполнения. Мы можем данные сервисы поднимать на дополнительных, так сказать, модулях. Один из них – это подключение внешнего модуля посредством USB-порта, и, наверное, сейчас более интересным будет это использование built-in модуля. Такой модуль имеет определенный слот в точке доступа. Этот модуль компактен, он устанавливается непосредственно в корпус. это известный форм-фактор, мини-PCI-экспресс. Производители таких модулей, в общем-то, их достаточно много. Это может быть вендорское решение, это может быть какой-то сторонний производитель. И в данном случае хотел бы обратить ваше внимание, что к интеграции вот этого третьего решения непосредственно, скажем так, как приложила руку компания Huawei, потому что только она сейчас на этом рынке предлагает такое решение. Когда мы говорим о необходимости разворачивания сервисов интернет-вещей, здесь важно будет сказать о точности определения местоположения в зависимости от выбранного стандарта. То есть, то, что мы видим по ТЗ, то есть по техническому заданию, заказчик определяет, собственно, с какой точностью должно быть местоположение определено. И в данном случае стандарт UWB, он не очень популярный, но так или иначе он является, наверное, самым точным. То есть, точность определения будет составлять от 10 до 20 сантиметров. Все же остальные стандарты, они приблизительно сопоставимы. Это точность от 2 до 5 метров. Архитектура решения достаточно простая. Мы можем выделить 4 составляющие. В первом случае, конечно же, нам нужна сеть LVS. Поверх нее мы разворачиваем сеть Wi-Fi на основании, с применением контроллера, либо без него. Поэтому в качестве транспорта мы будем иметь точки доступа. Зачастую это новые модели, они имеют разный форм-фактор. Важно, чтобы эти модели поддерживали тот или иной стандарт интернета вещей. Поверх базовой инфраструктуры нам будет необходима конвергентная инфраструктура облачная. Это вендорское решение. И данная оболочка позволит прокидывать сервисы интернет вещей сквозь нашу базовую инфраструктуру. И, собственно, то, что у нас остается, это непосредственно платформа интернет вещей. Она состоит из программной платформы. Это сервер аналитики, сервер определения местоположения. Он собирает данные с датчиков. Мы видим их сейчас на незлежащем уровне. Датчики могут быть разного назначения. Это могут быть непосредственно датчик на какое-то движение, датчик на открытие, может быть, дверей, кнопки, метки. То есть те данные, которые собирают эти датчики, посредством беспроводных точек доступа передаются в локейшн сервер. Там эти данные обрабатываются, упорядочиваются, и затем персонал может с этими данными проводить какой-то анализ, либо же отслеживать те или иные функции. Собственно, вот мы переходим к сценарию номер 4. Один из ярких таких примеров реализации это сценарий по управлению имуществом. Ассет-трекинг. В данном случае мы имеем дело с метками, которые устанавливаются на ценное оборудование. Эти метки контролируют его перемещение, передают данные о местоположении этого оборудования. И что, скажем так, может быть ценным, мы можем иметь возможность настроить зонирование. То есть в том случае, когда метка равна ценное оборудование будет перемещаться из одной зоны в другую, на программную оболочку будет отправлено определенное уведомление, и персонал будет в реальном времени видеть, что ценное оборудование перемещено, и дать оценку этому перемещению. То есть санкционировано это перемещение, либо же нет. Собственно, основным итогом внедрения этого приложения это оптимизация работы персонала и автоматизация учета, учета, собственно, имущества. То есть имущество может управляться достаточно простым способом. Мы можем запрашивать какую-либо отчетность, либо же проводить очень просто инвентаризацию. Метки достаточно компактные, даже очень компактные, 4 см на 4 см. Они устанавливаются как раз на те активы, которые нам необходимо отсматривать. Метки надежно крепятся, они передают информацию, как я уже сказал, о местоположении и могут передавать информацию о состоянии. То есть в том случае, если цена на оборудование упала, метка даст соответствующее сообщение, то есть персонал может подойти и все исправить. Хотел бы обратить ваше внимание на две вещи. Метки автономны по питанию, то есть они используют заряд аккумулятора, и в зависимости от того, с какими настройками мы определим частоту передачи данных от этих меток, срок жизни автономной этих меток может составлять от 1,5 до 4 лет. И даже в том случае, когда заряд на метке будет падать, она сообщит об этом в платформу аналитики. То есть персонал будет своевременно об этом опровещен и сможет подойти к этой метке и, собственно, взять ее и подзарядить. Подытожу по данному решению. Программная платформа, она собирает данные, как я уже сказал, о местоположении, мы контролируем в реальном времени, где находится наш актив. И мы имеем возможность работать с отчетами, то есть в реальном времени видеть то оборудование, тот состав оборудования, то количество оборудования, которое находится в стенах нашего склада, скажем так. Оптимизация работы персонала налицо, то есть сотрудник меньше тратит времени, его работа эффективна. На слайде также представлен один из примеров, то есть сотрудник может зайти в помещение склада, в том случае, если ему нужно найти какой-то предмет, он просто на своем устройстве, на планшете, например, запрашивает местонахождение этого актива, и приложение фактически ему подсказывает в реальном времени, где этот актив находится, и более того, может проложить маршрут к нему. Второе решение, оно так или иначе связано также с системой интернет-вещей, в данном случае мы можем говорить о приложениях, о брендированных таких приложениях для решения задач поиска пути. Такое решение основано также на метках, в данном случае они будут называться биконами, эти биконы корректируют местоположение пользовательского устройства, которое находится в руках клиента, на это пользовательское устройство клиент устанавливает софтверное приложение, и затем удобно им пользуется. То есть такое решение, оно может быть полезно для больших торговых центров, либо же каких-то запутанных, может быть с большим количеством корпусов лечебных учреждений. То есть лояльность клиента в данном случае повышается, он приходит в сложный, незнакомый ему объект, и собственно на своем устройстве, загружая приложение, может найти очень легко путь до необходимого ему кабинета, либо же магазина. Почему мы говорим о данной реализации, почему, скажем так, это может быть актуально? В компанию Jet все чаще приходят запросы на разворачивание сетей Wi-Fi 6, и, собственно, хотел бы вашему вниманию представить несколько кейсов типовых, с которыми мы имеем сейчас дело. В первом случае пришел заказчик с задачей покрытия сетью Wi-Fi небольшого офиса. Этот офис имеет небольшую площадь, но имеет дизайнерский ремонт, то есть заказчику было важно, чтобы точки доступа имели лаконичный дизайн. Это было выполнено с оборудованием Huawei. Следующее было пожелание в том, чтобы не было сетевой инфраструктуры, либо она была по минимуму использована. Решение на Wi-Fi 6 также это позволяет. То есть мы ушли от применения какой-либо кабельной структуры. И следующий важный фактор в том, что у заказчика очень много техники Apple. То есть, как правило, техника Apple находится на острие, так сказать, технического развития. И в руках сотрудников есть пользовательские устройства с поддержкой Wi-Fi 6. То есть здесь выбор был, на самом деле, очевиден. Следующий кейс интересен тем, что как раз те приложения, те сценарии реализации интернета вещей, о которых я сказал выше, они здесь именно востребованы. это умная школа, то есть концепция умной школы. Примечательно, что данный проект этого заказчика, он был разработан еще в 2018 году. И в техническом решении лежало, на самом деле, сочетание двух технологий. Это технология пятого поколения Wi-Fi и системы RTLS для осуществления умной начинки. И заказчику было предложено пересмотреть техническое решение в пользу сети Wi-Fi 6, так как сеть Wi-Fi 6, по сути, может выполнять и может решать те же самые задачи, но не нужно строить, скажем так, дополнительную стороннюю сеть, которая будет работать по задачам именно умного функционала. Собственно, это решение находится сейчас в рассмотрении, это решение находится в стадии принятия решения, но аргументы в пользу этого решения, они, в общем-то, достаточно серьезные, потому что мы на любом этапе, в общем-то, сокращаем те издержки, может быть, эксплуатационные в будущем, либо те вложения, которые сейчас предстоит сделать, потому что стоимость решения на Wi-Fi 6, она либо сопоставима, либо же даже дешевле, потому как заказчику нужно эксплуатировать одну сеть вместо двух. Ну и следующий кейс, третий кейс, он в чем-то пересекается, в чем-то сообщается с предыдущим, здесь единственное дополнение, это как раз приложение Wayfinding, то есть поиск пути, заказчик также это предложение заинтересовало, он рассматривает внедрение данного функционала на своем объекте, и определяющими факторами в выборе может являться, конечно же, повышенная производительность решения, и все эти умные сервисы, которые он также планировал разворачивать на системах RTLS, они здесь также будут реализованы. Я хотел бы подытожить, о кейсах я рассказал, о практическом применении новых возможностей Wi-Fi 6 я рассказал, и в качестве итога хотелось бы сказать следующее, что сеть Wi-Fi, она уже не только точки доступа и контроллеры, то есть в конвергенции с сетями интернет-вещей открываются новые возможности и новые горизонты. И комплексное решение из двух этих сетей, оно на самом деле открывает очень большое поле для внедрения таких комплексных решений в различные сферы деятельности. То есть это может быть и образование, и производство, и здравоохранение. В любой сфере деятельности мы сможем найти применение, интересное применение данным решением и оптимизировать работу как непосредственно самой сети, так и персонала заказчика. То есть просто-напросто облегчить им трудовые будни. Все, у меня вся информация. Спасибо большое за внимание. Я предлагаю перейти к обсуждению. Сергей, большое спасибо за сегодняшнее выступление. Коллеги, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Можно в чат, можно там поднимать руку. Мы пока приступим к ответу на вопросы, которые собрали через форму обратной связи на нашем сайте. Вы, как будут вопросы, пишите, соответственно, либо поднимайте руку и выходите в эфир. Не стесняйтесь. Итак, значит, первый вопрос у нас был, можно ли считать Wi-Fi действительно революцией строения беспроводных сетей. Сергей на него уже ответил в начале прям своего выступления, поэтому этот вопрос мы пропускаем. И переходим сразу к вопросу второму. Как вы видите себе дальнейшее развитие технологии Wi-Fi? Заменит ли она когда-нибудь мобильные сети? И нужны ли нам действительно сейчас такие скорости в повседневном использовании, в офисах, больницах, школах? Так, ну давайте я, наверное... Я думаю, больше к тебе. Ну, поскольку компания Huawei занимается и сетями связи 4G, 5G, занимается Wi-Fi, то это вопрос такой, один из наиболее популярных, наверное, на сегодняшний день. Мы видим, что технология Wi-Fi 6 никоим образом не конкурирует с системой нового поколения 5G. Эти две технологии очень качественно могут дополнять друг друга. Во-первых, 5G все-таки это не корпоративная инфраструктура, это операторская инфраструктура, которая будет стоить огромных капитальных затрат операторам связи. Соответственно, обычному корпоративному клиенту построить 5G, как с точки зрения инвестиций, так с точки зрения, наверное, получения радиочастот, ну, мало реально. Во-вторых, Wi-Fi 6 это, собственно, своя, собственно, защищенная и безопасная инфраструктура, в которой вы можете самостоятельно выстроить, собственно, те политики безопасности, которые вам требуются, сделать радиопланирование и дизайн для того, чтобы те сервисы, которые нужны именно вам, да, именно те бизнес-приложения, которые должны работать в вашей сети, они работали, да, то есть с гарантированным качеством, с гарантированным уровнем SLA. Поэтому, как бы, отвечая на этот вопрос, мы видим, что эти две технологии, они должны дополнять друг друга, но никоим образом не конкурировать. По поводу второй части вопроса, да, нужны ли такие высокие скорости, Wi-Fi 6, то есть в первую очередь это не, как бы, и разрабатывалась эта технология не для того, чтобы обеспечить там сверхвысокую пропускную способность. Первое и, наверное, ключевое преимущество это использование технологии OFDMA, то есть множественный доступ, вот, соответственно, эффективность сети Wi-Fi 6, она резко увеличивается, да, поэтому, говоря про там ключевое преимущество и зачем нужна эта технология, это повышение эффективности множественного доступа, да, то есть когда большое количество клиентов различных устройств, они должны работать. Ну, и говоря про скорость, да, мы сейчас вот говорим про там дополненную и виртуальную реальность, как что-то там, что будет там, не завтра, а послезавтра, да, но на самом деле, как бы, сейчас появилось огромное количество стартапов и уже каких-то реальных приложений, внедрений, да, то есть даже вот на Huawei, если посмотреть, то появилось там, собственно, новое приложение, там, замены Google Card, это карты Huawei, и там вот эта вот дополненная и виртуальная реальность встает уже в полный рост, да, то есть на обычном пользовательском смартфоне, наводя там камеру телефона на какие-то там здания, да, на какие-то достопримечательности, можно получать огромное количество там дополнительной информации, поэтому, как бы, все эти скорости, все это станет востребовано в будущем, и внедряя сейчас и модернизируя сеть Wi-Fi, надо уже как раз делать такой планомерный фундамент, такую закладку для того, чтобы все эти приложения через 3-5 лет они работали, да, то есть мы не строим корпоративную инфраструктуру на там 1-2 года, мы строим ее там, не знаю, на ближайшие 7-10 лет, да, то есть Wi-Fi 6, он позволит как раз защитить инвестиции, построив сейчас, работать там с этим новым приложением, потом. Спасибо, Сергей, за ответ. Как раз по поводу вот новых технологий и разработок, у нас следующий вопрос, какие сценарии использования Wi-Fi 6 вызывают сейчас наибольший интерес в мире? Что самое сейчас интересное, и куда вкладываются, так скажем, стартаперы больше всего? Ну, вопрос на самом деле такой открытый, да, если говорить про Huawei, то на сегодняшний день те реализации, те успешные кейсы, которые у нас есть, это все-таки больше традиционная инфраструктура, соответственно, сейчас огромное количество аэропортов по всему миру стремятся как раз внедрить новый стандарт, для того, чтобы большое количество пользователей, да, пассажиров, они могли подключаться. В принципе, транспорт, наверное, можно выделить, да, то есть, метрополитены очень заинтересованы, то есть, там, где есть сценарий с массовым скоплением пользователей, клиентов, то есть, это там наиболее интересная тематика. И, опять же, мы видим тренд и большой интерес с точки зрения ритейла и логистики. То есть, ритейл заинтересован в новых сценариях, новых приложениях, для того, чтобы максимально приблизиться к своему клиенту, будь это реклама, будь это такие новые сервисы, приложения, да, будь это там электронные ценники, которые можно реализовать с централизованным управлением, да, там, в десятках тысяч магазинах. Либо это логистика, да, где требуется максимально повысить эффективность обработки заказов. То есть, сейчас, там, все уходит онлайн, соответственно, ритейл должен полностью изменить те концепции, на которых там строится бизнес. Поэтому мы вот видим огромные интересы, запросы из этой области. Про стартапы трудно сказать, да, как бы, ну, не совсем моя тема, не готов прокомментировать. Понятно. Спасибо. Как раз вот следующий вопрос, тоже, Сергей, к тебе. Какие планы у компании Huawei на Wi-Fi 6, там, в ближайшие 3-5 лет, ну, там, уже и на Wi-Fi 7 заодно? По поводу планов. Первое. Сейчас, как бы, актуальная продуктовая линейка, она построена на своих собственных чинсетах. То есть, это дало огромное количество как конкурентных преимуществ, так и технологическую независимость. Но при этом всем, как бы, планируется выпуск продуктов и на общедоступных, так называемых, мерчант-чипсет, то есть, то, на чем, собственно, строятся конкуренты. За счет массового производства и, там, популярности этих чипсетов, ну, собственно, стоимость продуктов, она потенциально может чуть-чуть. И второй тренд, да, это вот использование диапазона частот 6 ГГц, как раз это выпуск продуктов в перспективе с поддержкой, ну, это называется на сегодня Wi-Fi 6G. Понятно. Ну, у нас как раз вот был следующий вопрос про чипы, которые используют другие производители и чем отличается Wi-Fi 6 у разных производителей. Ну, в принципе, и в презентации сейчас ты уже ответил, поэтому переходим тогда к следующему вопросу касательно высоких скоростей и низких задержек Wi-Fi 6, который открывает путь дополнительной реальности и виртуальной реальности. Есть ли какие-то решения у Huawei, которые можно уже применять сейчас? Возможно, там какие-то шлемы в разработке у вас или что-то еще в этой тематике? Здесь могу сказать следующее. Во-первых, в решениях Wi-Fi 6 от Huawei появляется технология Dynamic Turbo, которая изначально использовалась в решениях для LTE и для 5G. Dynamic Turbo это, по сути, DPI, то есть технология глубокого анализа трафика, которая, собственно, позволяет определить, что за приложение трафик, какого приложения передается, и благодаря этому, собственно, выделить гарантированную полосу пропускания, говоря про Wi-Fi 6, выделить даже гарантированные поднесущие, то есть ресурс-юниты, для того, чтобы обеспечить работу этих конкретных приложений. Поэтому, когда там, собственно, в общем потоке трафика, у нас кто-то качает торренты, кто-то, собственно, занимается облачным геймингом, а кто-то там будет, собственно, использовать приложение виртуальной реальности, мы сможем гарантировать работу вот этих вот реал-тайм приложений, дополненной реальности, для того, чтобы эти приложения, они действительно могли качественно работать. Второе, по поводу там сверхнизких задержек. Технология lossless roaming, но я в ходе презентации про нее рассказывал, когда, собственно, там тележки могут передвигаться и управляемо переключаться с одной точки доступа на другую, собственно, сейчас Huawei выпустил для своих собственных смартфонов Honor и Huawei обновленную прошивку Driver Pack, которая позволяет сделать управляемый роуминг и на мобильных терминалах. То же самое, как, собственно, конкуренты делают там с устройствами Apple и позволяют обеспечить взаимодействие между драйверами на конечном устройстве и точкой доступа, для того, чтобы переключение занимало наименьшее количество времени и роуминг действительно был бесшовный. Huawei сейчас то же самое делает на своих собственных смартфонах. И, более того, собственно, сейчас летом этот Driver Pack, то есть, эти возможности Huawei откроет для всего рынка. Соответственно, любой производитель смартфона он может внедрить это на своих решениях, для того, чтобы с точками доступа Huawei качество сервиса работало наилучшим образом. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Если уже реализация Wi-Fi в России и просят немного подробнее рассказать из каких секторов компании, на каком оборудовании строили, каких результатов добились, была ли какая-то экономия и вообще немного поподробнее, потому что мы, со своей стороны, можем сказать, что у нас есть много проектов разработки, даже радиообследование проводится, но пока полностью реализованных кейсов у нас, к сожалению, нет. Думаю, до конца года будет несколько. Как у вас с этим? Те крупные кейсы, про которые мы можем говорить, это логистика, то есть Почта России. Почта России сейчас находится как раз на пути внедрения новых цифровых логистических моделей, то есть Wi-Fi инфраструктура является для них просто подложкой, дальше они хотят использовать Big Data для того, чтобы понимать, каким образом им максимально эффективно выстроить обработку заказов, доставку, то есть весь процесс логистики. соответственно сейчас мы строим несколько складов совместно с Почтой России и там уже используются новые точки доступа Wi-Fi 6. Коллегам очень интересная тематика управляемых логистических роботов для того, чтобы автоматизировать все эти процессы. Ну и Wi-Fi 6, как я вам там показывал в презентации, по сути, это первое поколение Wi-Fi, которое позволяет все это сделать, обеспечивая высокую скорость передвижения тележек и сверхвысокую эффективность роуминга. Второй сценарий это сценарий из ритейла, это магнит. В магните собственно есть несколько субсценариев, такие же склады, распределительные центры, это собственно магазины и собственное производство. Здесь магниту в первую очередь интересно интеграция с интернетом вещей и речь идет как раз про электронные ценники, про управление освещением и про приложения для пользователя, для того, чтобы повышать лояльность, делать какие-то дополнительные маркетинговые акции, максимально приблизиться к пользователю. Наверное, это звучит пока как концепт больше, то есть об этих кейсах, но заказчики сами понимают, что им надо развиваться, им надо двигаться в этом направлении, поэтому они строят Wi-Fi на новых поколениях. Понятно, спасибо. У меня лично есть вопрос, какие-то, точнее так даже скажем, многие вендора в связи с запуском Wi-Fi 6 имеют различные промо-программы. Что у вас есть в этом плане по Wi-Fi 6? Какие-то промоушены сейчас идут, что-то, что могло бы, скажем так, сэкономить деньги нашим заказчикам, при этом помочь построить Wi-Fi 6 сетку уже сейчас? Да, есть хороший вопрос до конца года, поскольку, как вот Артур говорил, для Wi-Fi 6 являются стратегическими, то на все эти продукты до конца года у нас есть специальная промо-акция, собственно, там при покупке бандлов, бандл, соответственно, это либо 8, либо 16 точек доступа, стоимость решения там снижена вдвое. Соответственно, заказчик, который никогда не тестировал, не работал, не использовал решение Wi-Fi от Huawei, получает, по сути, такой приятный бонус в виде того, что он, во-первых, может познакомиться с Huawei как с вендором, как с альтернативой тому, что используется сейчас, во-вторых, он может пощупать, что же такое Wi-Fi 6, в данном случае Wi-Fi 6 лидер рынка, то есть Huawei по продажам Wi-Fi 6 пока опережает вообще всех остальных производителей, за исключением рынка Северной Америки по понятным причинам. И третий это приятный бонус в виде стоимости, то есть можно действительно там в половину от стоимости получить комплект этого оборудования. При этом бандлы там могут быть как новые точки доступа сами по себе плюс контроллер, могут быть собственно эти точки доступа плюс коммутаторы нового поколения с мультигигабитными портами и с дополнительной мощностью Попоя 802.11BT. То есть здесь есть любые вариации. Самое правильное как бы обратиться вот как раз к коллегам в джет для просчета и в ходе планирования радиомоделирования дизайна присейлового можно получить предложение уже по этим бандлам. Понятно. Спасибо за ответ. У меня следующий тогда вопрос касательно как обстоят дела если делать Wi-Fi 6 поверх Wi-Fi 5 сетей. Будет ли от этого эффект или лучше полностью Wi-Fi 5 убрать и построить новую сетку Wi-Fi 6 и второй вопрос по поводу контроллеров которые используются сейчас совместимы ли они у Huawei с новым стандартом Wi-Fi 6 можно ли их оставить или придется менять все? со второй части вопроса начну. Говоря про контроллеры здесь никаких ограничений Huawei не стремится и не делает да то есть даже какие-то контроллеры купленные 5-6 лет назад они после обновления программного обеспечения смогут поддерживать новые точки доступа Wi-Fi 6 здесь абсолютная свобода и универсальная для заказчиков и опять же защита инвестиций говоря про то каким образом строить вот эти гибридные смешанные сети Wi-Fi 5 плюс Wi-Fi 6 здесь мы к сожалению отталкиваемся в любом случае от конечных терминалов доминирующая часть которых пока собственно работает с поддержкой Wi-Fi 4 даже и Wi-Fi 5 поэтому строя современные сети на мой взгляд нет никакого смысла покупать уже устаревшие точки доступа 802.1 потому что Wi-Fi 6 точки доступа стоит столько же поэтому конечно же стоит внедрять пускай островками эти новые точки доступа Wi-Fi 6 ощутимого прироста на сегодняшний день наверное это не даст в таком сценарии но по мере того как будет модернизироваться пользовательский парк оборудования собственно все эти преимущества Wi-Fi 6 они будут поставить в полный рост и соответственно к тому времени уже возникнет необходимость модернизировать и точки доступа вот те старые Wi-Fi 5 на более новое поколение поэтому здесь несмотря на то что мы рассматриваем это как революцию вот такой вот плавный рост масштабирования обратная совместимость это все есть поэтому здесь Wi-Fi 6 очень удобен спасибо за ответ и следующий вопрос уже касательно IOT и Wi-Fi 6 будет ли эффективное решение соответственно поверх Wi-Fi 6 разворачивать IOT по сравнению с прошлыми решениями на прошлых стандартов и добавляет ли что-то Wi-Fi 6 непосредственно в IOT среду и собственно в эффективность использования IOT поверх Wi-Fi сетей здесь надо все-таки более детально будет погружаться в какой-то конкретный сценарий какая технология там для IOT используется но здесь везде будет огромное преимущество с точки зрения Wi-Fi 6 потому что если даже посмотреть на домашнее использование IOT это многочисленные Wi-Fi реле которые там управляют какой-то нагрузкой соответственно Wi-Fi 5 он подвержен тому что при увеличении масс при массовых подключениях устройств при увеличении количества терминалов эффективность резко падает при использовании Wi-Fi 6 за счет более узкой нарезки вот эти ресурс-юниты более узким поднесущим мы можем подключить большее количество устройств и они могут работать одновременно то есть все эти устройства будут работать более эффективно это слово сегодня уже в миллион раз повторил но это так и есть во-вторых технология Target Wake Up Time которая позволяет оптимизировать расход электроэнергии на устройствах то есть если это устройство IoT будет подключаться у нас нативно через Wi-Fi то Wi-Fi требует большого количества энергии соответственно Target Wake Up Time технология позволяет более детально и гранулярно управлять устройствами то есть их группировать и определять те моменты интервалы когда они должны просыпаться то есть автономность этих устройств она резко повысится по отношению к Wi-Fi 5 ну и в принципе если смотреть на вот конкретно продукты Wi-Fi 6 от Huawei как мы говорили то они стали просто более универсальны в плане интеграции ставить и тут тебе и встраиваемые и внешние модули и встроенный блютуз нативный и API интеграция то есть появилось абсолютно все понятно спасибо за ответ у меня вопрос лично от меня по поводу IOT и там соответственно Wi-Fi 6 у Huawei многие вендора рассказывают про то как классно там решение IOT какие классные решения IOT у них есть вот но когда доходит до дела оказывается что фактически там это только транспорт для соответственно датчиков IOT и больше ничего у Huawei в этом плане помимо самого транспорта что еще там датчики среда управления там какие-то приложения что есть до недавнего времени у нас собственно подход был наверное такой же больше да то есть мы все-таки были там аппаратным инфраструктурным вендором но сейчас как бы мы прекрасно понимаем что многие предприятия они находятся опять же в такой нерешительности да что же им делать в этой цифровой трансформации каким образом им менять их бизнес и что вообще можно предпринять соответственно на сегодняшний день Huawei на базе своей лаборатории OpenLab пытается построить экосистему партнеров для того чтобы предлагать end-to-end то есть законченные решения там для различных вертикалей поэтому на сегодня если говорить про конкретные сценарии которые есть у Huawei то к примеру для ритейла я говорил у нас есть совместное решение с компанией HandShow это другой китайский вендор который тем не менее работает на российском рынке то есть мы можем делать решение для ритейла это ценники на e-paper то есть электронные бумаги автономные которые можно установить в магазине и централизованы на десятки на сотни тысяч товаров из какой-то там CRM ERP системы отправлять обновления маркетинговые акции проводить и так далее это решение которое мы предлагаем уже сейчас второе собственно для позиционирования мониторинга есть российская компания Navigen ну собственно Сергей там показывал примеры вот этих тегов которые позволяют работать в качестве там iBeacon маяков и определять местоположение там либо сотрудника либо какого-то там дорогостоящего оборудования да если говорить про больницы к примеру рентгеновский аппарат то есть это решение мы тоже уже предлагаем у нас есть там конкретные калькуляции стоимости и так далее и третье собственно на базе лаборатории OpenLab я пока как бы не готов рассказать в деталях что мы покажем да но грубо говоря там мониторинг параметров жизнедеятельности человека то есть это различные носимые устройства которые позволят там контролировать пульс давление это собственно решение для контроля местоположения то есть выход из зоны там вход в зону того или иного сотрудника это различные там экстренные кнопки которые можно использовать к примеру там в горной и рудной промышленности да для того чтобы отправлять там аварийный сигнал от сотрудника вот это все мы там в скором времени будем готовы предложить на российском рынке спасибо Сергей за развернутый ответ следующий вопрос как считаете будет ли выделена в мире и в России частота 6 гигагерц для вайфая там 6 или 7 и собственно даст ли она там ожидаемый нам прирост и тут как бы вопрос второй то что как я помню эта частота используется частично там спутниковой связи частично нижний диапазон бывает военными заняты и так далее насколько это реалистично по вашему мнению ну говоря про районных северной Америки мы видим там дистонические сдвиги в этом направлении да то есть диапазон частот там в 1200 мегагерц он действительно даст просто глоток свежего воздуха для внедрения вот этой новой технологии вай-фай 6 для там действительно качественной реализации там дополненной виртуальной реальности а в России на самом деле мы все время мы идем с такой задержкой сделаем да у нас даже стандарт вайфер 6 дефакто еще не там ратифицирован ГКРЧ поэтому трудно что-то сказать плюс у нас всегда свой путь развития у нас внимание надо принимать спецслужбы различные которые там просто оккупировали все эти частоты но мы все же надеемся что как бы вот этот технологический путь развития он является так же приоритетным для нашей страны да и диапазон частот станет доступным пускай не завтра ну по крайней мере там через несколько лет я бы хотел добавить здесь как раз о той ратификации которую Сергей сказал в приказе министерства связи там шестерка на самом деле уже присутствует то есть в тексте приказа шестерка есть то есть документально бумажно бумажно она там отлично значит мы здесь возможно не отстанем коллеги слушатели если у вас есть вопросы вы не стесняйтесь задавайте пишите в чат у нас осталось всего два вопроса и немного времени буквально там 5-10 минут на ответ если у вас появились вопросы Сергей Еранцев теперь немножко вопрос к тебе наверное больше этот вопрос от меня что мы ведем сейчас тестирование Wi-Fi 6 и можешь ли ты уже поделиться какими-то предварительными выводами из этого тестирования или пока рано об этом говорить и мы все увидим в статье да мы все увидим в статье ну данными частично я уже поделился да то есть приблизительно по вендорам это такая же картинка прирост значит производительности мы ожидаем конечно же при использовании клиентских устройств именно поддерживающих Wi-Fi 6 то есть Wi-Fi 5 устройства они либо работают так же либо чуть лучше ну то есть там прирост он не столь значимый и как я обратил внимание то есть основной эффект он как раз состоит в том что большое количество клиентских устройств сети оно не не так скажем так деградирует пропускную способность как в сетях Wi-Fi предыдущих поколений все это основной вывод ну в общем для чего собственно Wi-Fi 6 создавался там он и хорош вот коллеги у меня последний вопрос на сегодня вопрос от меня и в общем хотел бы я его задать там всем и все-таки что лучше крем флешка или старинный рецепт шапочки и фольги для защиты от Wi-Fi 6 вот ну я думаю ответ я за крем ты за крем я шапочку я в общем ретроград вот поэтому в общем вопросов сегодня больше нет соответственно как бы если у наших слушателей вопросов тоже вопросов тоже сегодня больше нет то материалы все и запись вебинара наверное будут выложены не наверное а точно будут выложены на нашей площадке вебинаров будут доступны для скачивания и просмотра вот хочу поблагодарить коллег из флавы за интересное выступление своего коллегу из инсистемы джета Сергея вот тоже за интересное выступление по айоту наши контакты соответственно вот на последнем слайде можете обращаться у нас по-моему появился вопрос в ситуации с низкой плотностью абонентов но сложной структуры здания толстые стены т.п. от Wi-Fi 6 плюсов не будет ну смотрите плюсы будут в любом случае во-первых та технология смарт-антенна которая есть у Huawei она позволяет ну грубо говоря сфокусировать пучок энергии который распространяется вот с точки доступа в сторону клиента как раз на приемной стороне у клиента да то есть по приему уровень сигнала у клиента будет лучше обратный канал да то есть так называемый аплинк от клиента в сторону точки доступа понятно не изменится да потому что мощность на клиенте она останется точно такой же еще один момент да новые точки доступа Wi-Fi 6 как правило они имеют намного большее количество антенн то есть есть такой эффект который называется Mime Gain да то есть когда у точки доступа передающих антенн больше чем принимающих антенн у клиента то у клиента будет дополнительное вот это Mime Gain усиление да то есть дополнительное там плюс 3 или даже плюс 6 децибел то есть на клиента у клиента уровень приема будет намного выше соответственно скорость у клиента увеличится даже вот в этом сценарии с толстыми стенами аплинк то есть канал в обратную сторону не изменится но как бы здесь надо отталкиваться от сценария да то есть если грубо говоря там важно у клиента увеличить пропускную способность к примеру там VDI и вы хотите внедрить там в супервысоком качестве да или там смотреть видеоконференции или видео там 4К 8К то эффект будет значительный но так блин как я сказал не изменится так я сейчас добавлю чуть-чуть про Wi-Fi 6 и тогда следующее там дополнение прочитаю как минимум еще есть смысл брать Wi-Fi 6 так как точки доступа стоят там не дороже а много где и таких же денег что и Wi-Fi 5 вот а собственно вы получаете запас по развитию сети там на ближайшие там 5-7 лет соответственно новые сервисы новые возможности новые расширения поэтому если сейчас там планируется расширять то наверное есть смысл конечно уже брать Wi-Fi 6 и не задумываться то есть как минимум вы точно не проиграете так и дополнение вроде про фокусирование антенны на абонент это было уже и в предыдущих версиях Wi-Fi 6 с появлением первых многоантенных точек да действительно все было но здесь как бы вопрос идет про эволюцию да то есть здесь во-первых количество антенн у нас увеличилось то есть увеличилось количество и вариаций диаграмм направленности то есть раньше там было 2 в 16 степени сейчас там стало 2 в 48 степени то есть мы можем более тонко более гранулярно управлять этой диаграммой направленности второе о чем стоит сказать да поскольку у нас появляется сверх высокая модуляция там 1024 кам то если посмотреть на вот этот constellation диаграмм да то есть когда мы один символ кодируем там ну каким-то определенным значением да то чувствительность к распознаванию она резко вырастает да то есть просто сама схемотехника аппаратная Wi-Fi 6 она становится намного более там современной то есть мы действительно можем достичь более высоких пропускных способностей вот ну коллеги всем тогда еще раз спасибо за внимание вот спасибо за интересные выступления коллеги слушателей если у вас будут вопросы вы можете их задавать либо там напрямую Сергею на почту либо через наших менеджеров вот на этом я думаю на сегодня все предлагаю Дима позволь дополню коллеги да пока как бы у многих бизнес все-таки в таком замороженном состоянии да мы считаем что это прекрасная возможность для того чтобы собственно потратить время к примеру на самообразование соответственно Huawei сейчас предлагает возможность бесплатное обучение сдачи сертификатов да в том числе беспроводных будем рады как бы там с вами поработать да собственно в этом направлении опять же собственно у дистрибьюторов у нас стали появляться уже новые точки доступа Wi-Fi 6 то есть те решения о которых мы сегодня говорили мы готовы предоставить на тестирование да то есть можете как бы взять и ну собственно ознакомиться как все это выглядит как все это работает спасибо большое коллегам из Джеда за сегодняшнее мероприятие спасибо Сергей да коллеги по поводу там тестирования и демо собственно мы вам с удовольствием поможем опыт у нас уже есть огромный мы там понаступали на большое количество различных граблей вот в тестировании и готовы в общем поделиться своим опытом и помочь обойти все преграды на которые мы в общем успели наткнуться вот еще раз всем большое спасибо и до новых встреч спасибо всем всего доброго спасибо коллеги до доброго спасибо